Приветствую вас друзья, добро пожаловать в Destiny 2. В этом ролике я расскажу коротко как получить Владыку Грома за 20 минут. Это банальное напоминание для тех, кто не имеет данный пулемет. Чтобы получить квест на Владыку Грома, подходите к команде Холиды. Вот она, находится на башне. После этого отправляетесь к Рептарху, покупаете у нее 10 инграмм. Либо имеете вот таких 10 инграмм. За каждую инграмму вам дают журнал. Обратите внимание где он находится. Вот здесь, тоже на башне. Некоторые говорят, кстати, еще у Паука можно купить там дешевле. Так вот, 25 осколков стоит 1 инграмма. Всего вам понадобится 250 осколков. Это вы пройдете этап. На втором этапе вам надо пройти вот эти 3 затерянных сектора. Обратите внимание, телепортируетесь в Тросленд, проходите путь Вдовы, Атриум и Восточный терминал. После этого вам надо пройти Шепчущие водопады. После этого вы возвращаетесь к команде Холиды. Она вам задание дает вернуться в Шепчущие водопады. Вы возвращаетесь в этот затерянный сектор. Обратите внимание, вот здесь, перед сундуком, вот портал. Вам в этот портал и нужно войти. Там вы познакомитесь со Старой Россией. Безумно красивая локация. Кстати, я ее, честно говоря, наслаждался. И больше вы ее, скорее всего, не увидите. Потому что данный квест был полгода назад, в течение недели. Напоминаю, таланты этого пулемета убиваете. Скорость перезарядки быстрее. Помимо этого, грозовые патроны. Чем дольше стреляете, тем выше скорострельность. Чем больше урон наносите, создаете цепь молнии. Бронебойные патроны. Также убийство из этого оружия создают молнии, бьющие сверху. Я им играю и в ПВП, и в ПВЕ. Да и вообще считаю, что это лучший пулемет игры. На весь квест у вас уйдет в районе 20-25 минут. К криптарху подойти это 2 минуты. Пройти затерянный сектор по 5 минут. И потом отправиться в Старую Россию. Напоминаю, там достаточно жирный все-таки босс. Будьте аккуратней. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Ставим пальцы вверх, ставим колокольчик, подписываемся на группу, на канал. Всех благ, друзья.